сделаем фактуру как будто это камень и у него есть сколы каким образом это будет делаться то есть предположим у нас есть полутон и на камне есть ямочка она не ровная понятное дело да такая вот ямочка ямочка это внутрь уходит так она вот скололась вот так соответственно ее верхняя часть она будет от света оторвана то есть вот так вот отвернута и к краешку будет еще и потемнее здесь внутри она может там быть нечетки конечно поворота такой но там еще правда падающая тень это я уж ладно увлеклась прошу прощения и здесь у нас идет вертикальная поверхность соответственно нижняя часть этой ямочки она будет свет наоборот ловить и мы высветляем ее по краешку вот эти черные идет мы тоже высветляем чтобы оторвать показать вот этот переход поворот и резче сделать что внутрь пошла какая-то вот все здесь вот прям туда провал такой у нас пошел вот а здесь наоборот подчеркнем что у нас пошла вертикальная поверхность и у нас видите вот эта глубина она стала такой же живой угол глубины теперь мы этот принцип перенесем сюда только в маленьком размере то есть когда мы делаем щербинку какую-то мы можем наметить светлые пятнышко да и в этом светлом пятнышки сделать тень можно даже пустить от нее какую-то трещинку такую да и снизу подобрать и там ей и еще какой-нибудь трещинка пошла и здесь еще одна ямочка пошла и дальше пошла здесь тоже еще одна и здесь у нас скол например побольше какой-нибудь боковой и он пошел вниз раскалываться вот и поддержку светлым то есть сверху темные снизу светлая этих вещей прям буквально грамотечку там капнули и уже есть фактура вот и камушек уже стал более такой дробленый сверху темная снизу светлая вот и то же самое мы делаем на другой стороне то есть независимо от того на свету это или в тени здесь у нас краешек будет сколотой соответственно на краешке тоже и пошла крокелюра вот эти вот трещинки пошли на темную сторону карандашик поострее возьму хотя вот смотрите здесь можно остреньким карандашиком а вот подальше можно уже наоборот помягче чтобы размытость была и то же самое вы делаете в портрете то есть самым последним у вас будет нанесение этих морщинок нанесение всяких фактуры кожи такие еще все это в самом-самом конце когда смотрят на портрет там часто говорят или на фигуру на рисунок я очень часто вижу слышу такие восклицания что мы ой даже там вот венки видны да венки вообще не проблем главное что на что их положить все это должно быть уже на готовый по большому по большим раскладом на готовой структуре укладываться так а если это вот как бы такие мелкие до трещинки мелкие всякие дефекты мы дали а если у нас эти дефекты например в качестве там ну давайте длинную какую проведем вот так вот идет длинная полоса соответственно это то же самое что и геометрическая вещь берем ластик она если она вот по фактуре идет вот например в профиль вот так и вот так значит мы вот здесь вот делаем потемнее здесь посветлее здесь вы с немножко высветлее здесь немножко утемняем то есть по этому же принципу только у нас прямая идет вот мы эту прямую вот так вот сделали пластика мы ее наметили и теперь сверху мы ее делаем потемнее здесь у нас показывает силуэт этой этой вставки неожиданной да и здесь мы получаем силуэт это неожиданной вставки вот и уплотняем потому что там поворот получается от цвета такой хороший и тень будет приличная уплотняем уплотняем печка получилась да и еще поддержку еще ластиком сделаем вот у нас получилась такая щербинка не щербинка а такой прорез на камне длинный если он будет большой то принцип остается тот же самый так если у нас на камне ну например он когда мы рисуем вены или там что у нас бородавки что там еще бывает на лице давайте вот на камне сделаем выпуклую вещь то есть все эти вогнутые а теперь у нас тут выпуклая вещь появилась полукруг такой кнопка на этой печке у нас кнопка что у нас происходит с кнопку то есть этот объем пошел на нас все меняется заду наперед значит сверху объем ловит свет значит мы его сверху высветляем и дальше он начинает уплотняться и поворачиваться но тут важный момент важный момент эта кнопка имеет перелом формы дальше рефлекс а дальше падающую тень то есть мы вот здесь делаем падающую тень небольшую ну в зависимости от того насколько выступает то есть если эта кнопка выступает очень сильно то она будет и падающая тень сильная здесь мы размываем на фон фон сюда растягиваем вот у нас такая вставочка получилась и помним рефлекс перелом формы рефлекс кто не помнит вспоминайте вот у нас стала объемная вещь если у нас валик то есть когда мы рисуем руки там часто вот у меня вот вен нет на руках выступающих сейчас напрягу и вот видите вот эти вот сухожилия напряжение они как бы дополнительным объемом вот ложатся на большую форму вот то есть у нас вот здесь вот с вами валик не валик у нас ступенька такая провалилась ложбинка получилось а теперь если то же самое но наоборот выступающим образом делается ну давайте вертикально что нет вертикально не надо а мы сейчас вот как мы сейчас с вами сделаем у нас же с вами когда идет вена по руке она же не не четко идет там вертикально или горизонтально она идет сложно вот давайте мы эту сложность ну вот идет у нас такой сложный ручеек здесь спускается сделали этот ручеек и сделали ему толщину здесь появляется интересная штука потому что как в принципе выявить объем то есть он по тому же принципу свет тень это понятно но здесь этот объем еще идет под разными углами то есть например вот здесь вот он будет свет ловить больше здесь когда он пошел вертикально он будет меньше свет ловить вот потом опять повернется к свету здесь вот опять к свету повернется а если он повернется в эту сторону то соответственно с этой стороны свет поймает вот мы с вами сейчас все светлые стороны его откроем а вот здесь на силуэт мы даже ему вот так объемчик дадим вот чтобы понятно что у нас там происходит силуэт на вообще очень поддержка такая для объема хорошая тема вот и здесь мы дальше идем делаем темную часть значит как у нас валик идет если у нас валик падает свет потом самая высокая точка перелом формы это все теневая растяжка от перелома формы идет и падающая тень то есть вот это вот это рефлекс на случай если кто-то забыл здесь падает свет потом набирается тон потом перелом формы то есть за перелом формы уже тень дальше свет не падает за перелом формы перелом формы темнее чем тень там как бы отраженный свет здесь рефлекс у нас получается вот а потом падающая тень за счет этого у нас вылезает объем и вот у нас вот это вот сейчас фасольную мы с вами растянули жвачку такую и здесь показываем что здесь вот у нас свет к свету подтягиваем потемнее чтобы была печка сама свет поймала на самом вот этом ручейке у нас перелом формы поймали и здесь даже падающую тень сделали но не по всему периметру потому что здесь она по другому ляжет вот здесь она вся уже такая в полутоне потому что света поменьше ловит но все таки наверное побольше чем пичка вот дальше спускаемся ниже свет опять а здесь у нее пошел опять рефлекс полутон и тень здесь нужно потоньше так переходит как бы тень здесь она пошире здесь она потоньше и здесь опять пошире вот и она вам даст такой объемность вот соответственно в прожилках вот такого наверное сделать слишком мелко но вот принцип того что например свет и падающий тень и все все это довольно сложно не не просто линию нарисовали а сложную линию где-то тоньше где-то толще чтобы линия была интересная вот такой у нас у печки дизайн Смотрите продолжение в следующей серии.